Евгений Вадимович, дабы закончить с Белоусовым, еще пару вопросов. Центр досье, который ассоциирован с Михаилом Ходорковским, сделал расследование. Согласно этому расследованию Белоусов интересовался у Евгения Пригожина, с которым он был в неплохом контакте, когда еще был вице-премьером, а до этого, мы знаем, он еще был помощником Путина по экономическим вопросам. Так вот, с Евгением Пригожиным он долго общался и спрашивал у него, как создавать ЧВК по типу ЧВК «Вагнер». Как вы думаете, зачем это обыкновенному помощнику Путина, а затем и вице-премьеру по экономическим делам, понадобился своего ЧВК? Ну, возможно, я могу высказать гипотезу, возможно, тогда была дана отмашка по ведомствам, по предприятиям, значит, помогать российской армии, поскольку, опять-таки, в Ряболисе, Украина совершенно не готовится к тому, что это будет война, а не спецпермица. И по требованию тогда начали в большом количестве создаваться вот эти самые ЧВК, прекрасные предприятия, «Газпром» там свой создавал, «Раснев» создавал и так далее, и так далее. Возможно, что это речь шла о выработке единого статута для такого рода организации, потому что других оснований для такой заинтересованности я не вижу. Ну, или он кому-то помогал из олигархов, условно, узнавал? Ну, это же есть помощь только не одному из, а всем сразу. Скорее всего, всем сразу. То есть, когда, тогда, помните, Путин боялся объявить мобилизацию, значит, российская армия оказалась, ну, она же формировалась по другому принципу. Я всегда говорю, что всё началось в тот момент, когда я остановился в выбор на Игоре Сергееве в качестве будущего министра обороны России, пригласил его, и мы стали с ними. Я ему что-то просто объясняю, какова должна быть российская армия, что Западу России никто не угрожает, с юга армии не отобьёшься, весь упор надо делать. Ну, я имел в виду Китай. Значит, на стратегические вооружения. Значит, остаётся проблема южного подбирюши, а там нужна уже армия совершенно другого. Армия готова к проведению именно войсковых спецопераций, бригадного состава и так далее, и так далее. Вот она и была такой. Она не была совершенно заточена на большую войну с Западом или со странами западного типа, как Украина. И когда Путин убедился, что это не так, значит, мобилизации нет, солдат нет, давай гони вот кого угодно. Сначала стали частные армии создавать, потом зэков, ну, по этому пути и пошли. Кстати, тот же центр досье обнаружил, что относительно недавно, несколько лет назад, новый министр обороны Белоусов продал дом, который у него был, целая вилла в Италии, продал агенту Моссад. Вот вы знаете, чего я этого точно не ожидал? Вот что нынешний министр обороны, да ещё и имеет какие-то связи с Моссадом, с израильской внешней разведкой. Но осталось только узнать, что Белоусов является разведчиком Моссада и вообще теперь будет всё хорошо, правда? Ну, знаете, если дочка президента жила в Голландии и была замужем за голландцев, у них вообще где-то было очень принято обзаводиться. Я очень, что многие из людей из этой среды знал, вот, из этой среды, но у них очень часто они обзаводились недвижимостью посредством. У кого, значит, денежек побольше, те в какой-нибудь Черногории, у кого поменьше, те в какой-нибудь Черногории, у кого побольше, там, на Капфера и так далее, и так далее. Ну, чему тут удивляться? Ну, ему захотелось жить на свежем воздухе. Ну, слушайте. Берет, как был Путин, отдыхал в Биарице. Но я-то не вижу в этом ничего плохого. Если люди ведут нормальный образ жизни, почему бы не ездить в рубеж? Это вот часто… Вам не кажется странным, что нынешний министр обороны, тогда вице-премьер, имел отношение с Моссадом? Ну, он же мог и не знать, что это Моссад. Понимаете, к нему подвели человека, стараются каждому перспективному человеку кого-нибудь подсунуть, да? Ну, он мог и не знать, и продает дом, да? Это же 2018 год был. Уже понятно, к чему дело идет, что там санкции начали работать с 2014 года, как вы знаете, да? Он понял, что да, надо вот, значит, уносить ноги. Начал продавать. У нас появилась информация о том, что близкий к Путину человек продает дом. В Моссаде могли об этом узнать. Да, и могли подумать, ну что, 600 тысяч – большие деньги. Ну, видимо, и дом-то, по тамошним меркам очень скромненький. 600 тысяч – это, прямо скажем, не дворец. Какой-то, ну, маленький домик, скорее всего. Ну, давайте вот вступим в отношения, выручим человека, получим доступ к его телефону, начнем общаться. Может быть, там когда-то и пригодится. А сейчас, сейчас, да, сейчас вдруг выясняется такой забавный факт. Министр обороны России вообще не с Моссадом. Евгений Владимирович, заканчивая эту тему с Министерством обороны, Шойгу его отправили в Совбез, отстойник, по большому-то счету уже. Как вы считаете, учитывая всю эту нынешнюю ситуацию, учитывая модель поведения Путина, его предыдущие прегрешения, как вам представляется, Сергея Шойгу может ожидать в будущем сердечный приступ случайный? Не думаю. Не думаю. Это плохой враг для окружения, это явно избыточно. Сердечный приступ или там случайный взрыв – это для пригожим. Понимаете, это надо вот стать явным врагом. Ведь Путин никогда не говорил, что Шойгу предатель. Он его взял с собой в Китае, Иванова поставил на очень престижную должность. Престижную, она, скорее всего, будет малозначима, но престижную должность секретаря Совбеза. Нет, это делается не для того, чтобы расправиться с человеком. Это противоречит самому фундаментальному образу общения Путина с его окружением. А вот Тимур Иванов, да, потому что, знаете, ведь такую цепочку в какой-то момент надо обрывать. Сейчас пока она где-то просматривается. Тимур Иванов, Руслан Цаликов. Если брать Руслана Цаликова, в конце цепочки назначит маячить фигуру Шойгу. Поэтому вот насчёт Тимура Иванова я не знаю, что там с ними как будет. Вот началось сердечного приступа, поэтому хорошую идею подали. Патрушев, думаете, он был обескуражен своей отставкой? Думаю, нет. Думаю, это ожидавшаяся отставка, для него ожидавшаяся, может быть, даже произошедшая по его просьбе. Вполне возможно, речь идёт о состоянии здоровья. Это не отставка в полном смысле слова. Патрушев остался членом Совета безопасности. То есть он имеет высшую степень допуска, он имеет отношение к обсуждению ключевых вопросов. Совет, правда, давно же, может быть, не обсуждает в полном составе ключевые вопросы. Смерть России, Совет не собирался, собралось ограниченное число людей. Патрушев, кстати говоря, среди них не было, что самоупсия означает многое. Но это не опало. Это не опало. Но это, скорее всего, признает того факта, что Николаю Платонычу надо отдыхать побольше. А кто был в этом кругу замкнутом, в таком узком кругу, который принимал… Кстати, был Шойгу, был Белоусов, был Лавруев. Так что это характеризует то, что с людьми действительно Путин продолжает встречаться, продолжает обсуждать. Никто из них в Аполло не попал. Поэтому цепочку придется обрывать, видимо, на Иванове. А как ее порвут на Иванове, вот это любопытно. Что вы скажете о назначении Дюмина, бывшего адъютанта Путина, тоже представителя охраны, до этого сейчас, вот он до назначения помощником, отвечающим за ВПК и за Госсовет, был губернатором Тюменской области? Да, Тюменской или Тульской, господи? Тульской. Тульской, да. До этого он был губернатором Тульской области. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете… Да, это был доноситель министра обороны. Как вы оцениваете его назначение, Дюмина? Это одно из интересных назначений. Потому что, когда планируешь человека поднимать не по служебной лестнице, то есть так, если ты планируешь, чтобы человек рос по служебной лестнице, по какой-то отраслевой профиле, ты его и поднимаешь в рамках этой отрасли, с одной должности на другую, с одной должности на другую. Ну, как в известном принципе Питера, пока он не займёт место в соответствующей его некомпетентности. Именно на этом успокаиваются. А вот когда человека начинают перемещать из одной отрасли в другую, с Министерства обороны на региональное управление, с регионального управления, вот как сейчас, опять-таки это региональное управление, как в Госсовете, но это уже не Тульской области, а работать со всеми регионами. Как работал, кстати говоря, со всеми регионами Путин, когда возглавлял конкретные управления. То есть это пока из-за того, что человек рассматривает с возможностью роста человека как политические фигуры и занятие ключевых политических должностей. То есть я понимаю так, что, да, Дюмин, как лидер клана ФСОшников, даже из службы безопасности президента, ФСОшников, он сейчас поднимается на очень высокий политический уровень. Следующий шаг для него будет освобождаться какая-то высокая политическая полиция. Может быть преемником? Ну, знаете, я все-таки полагаю, что преемником должна быть родственница. Может быть, может быть. Потому что мы уже с вами вспоминали Римскую империю, где за отсутствие достойных потомков мужского пола тот же Август взял и усыновил будущее императора. Ну, слушайте, сенаты коней приводили вместо сенаторов. Да. Друзья, перед тем, как мы дальше продолжим, пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостя Гордона, ставьте как можно больше лайков и комментариев под этой нашей беседой. Евгений Вадимович, вот о чем я хочу у вас спросить. Невзоров Александр Глебович, его и его семью, и жену, и сына, хотят назначить экстремистами и забрать таким образом, создать первый прецедент. Уже есть обращение прокурора, уже прошел суд, первое заседание, Октябрьский, по-моему, в Санкт-Петербурге, который решает, забирать или не забирать имущество у семьи Невзоровых и назначает ли их всех экстремистами. Можно ли сказать, что действительно такой первый прецедент, и Путин пойдет дальше по нарастающей, и КГБ пойдет дальше по нарастающей, будут забирать имущество у несогласных, у врагов народа, инакомыслящих, которые особенно выехали за пределы страны? Во-первых, это плохая новость для Казахстана. Почему? Потому что, если вы помните, для жен изменников Родины был организован лагерь на территории Казахстана в Кальгандинской области, Алжир, так называют. Ну да, Акмолинс тогда, по-моему, входил. Ну, Алжир, это Акмолинский лагерь, жен, изменник Родины. Ну, это, короче, территория Казахстана, и это означает, что где-то стоит вопрос о том, что надо будет снова на территории Казахстана открывать лагерь, а значит, вот будут воевать еще и Казахстан. Ну, а что вы хотите, Александр Геннадьевич? Это неизбежно. Мы скатаемся в Северную Корею. Россия превращается в Северную Корею, о чем я писал в 2014 году, кстати говоря. Значит, это неизбежно всем. Это все неизбежно, и режим будет дичать, свирепеть. Ну, он на какое-то время от кувалды отошел, но кувалда еще вернется. И, кстати говоря, после этого Путин удивляется, почему это украинцы сопротивляются идее войти в состав России или снова свериться с Россией в любом месте. А вот потому они хотят. Все видят, что происходит с Россией, и поэтому она становится неким признаком, неким силам угрозы нависшей на западной цивилизации в целом. Вот такие вещи будут происходить. Я всегда привожу простой пример. Приходит оперработник или следователь с работы, а жена ему густыщие ставит на стол. Он говорит, что щиты пустые, что места не положил? А ты на мясо не заработал. Вот Петька три заговора раскрыл, на две должности поднялся, и два ордена, и зарплата у него теперь такая, что мясо все. А ты еще не отдал, заговоры не раскрыл, проклятый. Иди, значит, как хочешь, раскрывай заговоры. Путина кувалда ждет тоже в перспективе? Мы сами эту тему уже обсуждали, что к нему, может быть, уже в эти минуты кто-то ходит с табакеркой. Ну, кувалда – это мавитон вообще. Это совсем ни к чему. Нет, ну, мы говорили о том, что эта угроза над ним висит. Гарантией, определенной гарантией защиты от этого угроза для него является ближний круг охраны. Для ближнего круга охраны главным стимулом является подъем по карьерной лестнице. Не просто всю жизнь сходить, дверь открывать, а подниматься, править регионами, отраслями, вытеснять всех этих дураков в пиджаках и так далее.